Всем привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости, на мой канал. И сегодняшнее видео начинаю с приготовления супа. Готовила в выходной. Нам родители привезли из дачи свежие крапивы. Поэтому самое время сейчас весной, в начале лета, мне кажется, готовить такие супы. Год назад я показывала, как это делаю, но тогда аудитория моего канала была совсем небольшая. И сейчас решила поделиться снова. Бульон у меня здесь куриный сварила. Я его заранее из одного окорочка в этот раз сварила. Ну, только он был дома, такой подходящий для супа. И отправила уже картофель в бульон. Я сразу же бульон солю, когда варю. И здесь разделываю мясо и тоже буду отправлять в бульон. Дальше обжарю овощи, лук, морковь. Обычно для таких супов я люблю морковь покрупнее порезать. Конечно, можно и на терке натереть на крупной. Но у меня и зажарки как раз в морозилке закончились. Так что я порежу покрупнее и вот сделаю зажарку в этот раз. Прямо перед приготовлением. Еще нам понадобятся яйца. Я ставлю их варить. Яйца буду добавлять уже в готовый суп. Ну и пока яйца варятся. Картофель тоже в бульоне варится. Зажарка обжаривается. Занимаюсь зеленью. Мне с крапивой. Родители привезли еще немножечко щавеля. Тоже добавлю его в суп. Так, немножко для кислинки. Конечно, хорошо варить и просто щавелевый суп без крапивы. Тоже как вариант. Но у меня здесь было немного и хотелось именно с крапивой. Крапиву я как следует помыла и обдала кипятком. И она совсем не колется. Из-за этого я вот так спокойно руками ее разделываю. Отрезаю все палочки, веточки. И оставляю только вот зелень, листики. Конечно, из большой, крупной крапивы не очень я люблю такой суп варить. Обычно использую всегда маленькую, свежую, молоденькую. Поэтому как раз, когда первая зелень начинает появляться, обычно вот такие супы и варю. Листочки порежу мелко. Вообще лучше как можно мельче такими длинными полосочками нарезать. Но у меня чуть крупновато получилось. Потом в готовом супе увидите. И все. Буду добавлять уже зажарку в суп. И в самом конце всю зелень добавлю. Еще я люблю чеснок добавить. Но мы во все супы добавляем. Нам всем нравится с чесноком. Ну, вы смотрите на свой вкус, конечно же. Если будете готовить, не бойтесь побольше положить крапивы. Потому что я использовала всю зелень. На самом деле, когда папа привез мне, был достаточно большой пакет. Очень объемный. Но когда я ее помыла, обдала кипятком и листочки отрезала, то не так много зелени там и было. Крапива имеет специфический вкус, такой достаточно приятный. И очень вкусно, когда вот именно крапива и в конце потом в итоге суп отдает. И на этом мое приготовление заканчивается. Добавляю яйца. Я обычно вот так на четвертинки режу. Можно еще сметанки добавить. И кто кушает, всем тоже приятного аппетита. Ходили сейчас с Яриком, рисовали, типа, на мастер-класс. Я... Маркерами, да. Маркерами, короче. Спритовыми. Скетчинг или как-то это называется. Сейчас покажу, что у нас тут получилось. Художники, мы такие. У нас погода ужасная, поэтому дома скучно сидеть. Вот сходили на такое мероприятие. Вот мой рисунок, по-моему, очень здорово получилось. Да. Классно. Так, особенно если учесть, что я ни разу не художник. Это у Ярика, у него четыре цветочка. Сказал, в школу отнесет на первое сентября. Гимморист тоже мне. Вот так вот. Согласен, согласен. Симпатично. Мне прям очень понравилась вся вот эта прорисовка. Здорово. Что, зачем, с какой стороны, куда падает тень. Вообще классно. Там эти маркеры, оказывается, можно смешивать. И они как краски прям смешиваются. И плавный переход получается. Вот так вот. Интересно. Мастер-класс такой 300 рублей стоит. 7 вроде человек у нас было. Я была одна взрослая. Было несколько подростков, а остальное все дети там 7-8 лет. А сейчас покажу свой заказ из интернет-магазина Lucky Child. Очень люблю его всей душой. Потому что Lucky Child это российский производитель дизайнерской детской одежды на каждый день. Одежда производится из 100% гипоаллергенного материала на основе российских сертификатов и ГОСТов. Что делает ее максимально удобной, качественной и безопасной. Савуша на лето у нас укомплектован, поэтому для него ничего не выбрала в этот раз. А нужно было мне заказать подарки одной новорожденной девочке и мальчику чуть-чуть постарше, чем Сава. Для со всех малышей в этом интернет-магазине просто уйма всего красивого, но в то же время качественного и удобного. Есть прям целые наборы одежды, комплекты, допустим, из одной коллекции. И можно подобрать полностью гардероб для ребенка, в котором все вещи будут друг с другом идеально сочетаться. Я выбрала набор из двух комбинезончиков. Мне кажется, это отличная одежда просто для детей до года, ну может быть чуть помладше. Отлично все сделано. Очень нежные, красивые расцветки на девочку. Качественная фурнитура, мне комбинезончики очень понравились. И также выбрала комплект из трех ползунков. Из этой же коллекции прекрасно вместе смотрятся, сочетаются и ползуночки очень приятные. Для мальчика мы выбрали спортивный костюм и к нему из этой же коллекции две футболочки. Смотрите, как классно все сочетается. Не нужно думать, искать что-то подходящее по цвету. Все продумано за нас. Что еще хочется отметить, это доступность данной одежды. Цены вполне приемлемые. Иногда на некоторую категорию вещей есть скидки, распродажи. Плюс я оставлю еще промокод к этому видео. Промокод у меня на скидку 750 рублей при заказе от 1500. Так что можно делать покупки очень выгодно. Еще для мальчика мы выбрали шортики нейтральные расцветки на лето подходящие, серенькие. Кажется, в принципе, тоже подойдут под любую футболочку, потому что они почти однотонные. И под однотонные, под цветную. Это ткань футыр, шортики плотные. Все здесь хорошо так красиво сделано. И еще выбрали шапочки тоненькие, хорошо они тянутся. Это коллекция витамин. У совушки тоже есть такой набор с шапками и толстовочки из этой же серии. И заказали колготки. Идут три штуки в упаковке. Размер этот 98-104. И колготками я вообще осталась очень довольна. Надо присмотреться и для Савы потом на будущее. Очень высокая посадка. Не будет ничего съезжать у ребенка и оголяться. Колготки тоненькие, но плотненькие. Мне очень понравились. И еще, что нужно сказать, они ни разу не маломерят. Вообще вся одежда соответствует заявленным размерам. Не нужно покупать чуть больше, как это бывает частенько. Одежда вся идет в размер, я считаю. Ну и здесь я показываю комплект из серии витамин. В прошлый раз я заказывала Сави. Есть еще футболочки с длинным рукавом. И светлые штанишки. Вообще можно миксовать как угодно. И ребенок всегда будет стильный, красивый. Все подобрано со вкусом. И напоминаю я, что это был интернет-магазин дизайнерской детской одежды Lucky Child. Ссылку на магазин и промокод на скидку оставлю в описании к видео. Здесь продолжаю влог. Уже на следующий день у нас рабочий день, рабочая неделя. И буду убираться в спальню, показывая вам окно, в каком она состоянии. Я его еще не мыла этой весной. Так что этим сейчас и займусь. Вообще у меня будет такая тщательная уборка в спальне. Назвать ее генеральной, конечно, я не назову. Но, тем не менее, большого беспорядка нет. Ну, в смысле разбросанных вещей и игрушек. Но вот прям убрать грязь очень хотелось. Потому что все равно, знаете, при ежедневной уборке, например, при мытье пола моющим пылесосом, все равно остаются зазоры. Не подойти близко и к плинтусам, и в углы. И, конечно же, потом это все накапливается. И вот прям мне очень хотелось, знаете, руками залезть во все уголки. Наверное, это самое важное на этот день у меня было. Так запланировано. Ну и, конечно, окно пришло время мыть. Я пользуюсь опять роботом-моющиком. Здесь Сава тоже дома. Но мы тут попутно еще обедали. Так что я прибегала несколько раз, чтобы переставить его как раз на другую раму. Чтобы, в принципе, тут его не застудить. Хотя на улице, конечно, достаточно тепло у нас. Хоть и пасмурно, и сыро, и дождливо. Но я вот здесь в футболке. И, в принципе, мне было комфортно. И часто спрашивают у меня про мойщика окон, когда мелькает он в кадрах. Заказывали мы его вместе с женой моего брата для мансардных окон. Я уже рассказывала. И заказывала я не сама. Насколько знаю, на Wildberries заказывали. Там какая-то акция была. К сожалению, ссылки у меня не сохранилось. Поэтому ссылку дать не могу. Но я видела подобные сейчас у других девушек. И там все указано. И какие-то акции, промокоды тоже есть. Так что, я думаю, не составит труда при большом желании найти. Но здесь я уже обтираю окно изнутри. Никаких средств не использую. В принципе, изнутри окно не такое грязное, чтобы чем-то его тут брызгать и как следует сильно оттирать. У меня просто тряпка для стекол и зеркал. Это тряпка у меня Веледа. Тоже частенько спрашиваете. Я ею и зеркала, и все глянцевые поверхности протираю. Служит она мне уже, не знаю, года два, наверное. Ну, может, не два, но точно больше года. Очень мне нравится. И, вы знаете, ничего-то с ней не делается. В хорошем она состоянии. Главное, не мыть ее никакими химическими средствами. Я просто полощу ее под водой каждый раз после использования. И все, высыхает она, ну, естественным образом. Домыла уже окно, обтерла подоконник. Обтираю батарею. И сразу же тут плинтус под ней протру. И пол возле плинтуса. Вот так и буду немножечко частями, урывками в каждом уголке комнаты протирать руками. И времени у меня здесь было не очень много. Нам с Савой надо было ехать к врачу. Мы были записаны. Так что тоже разделила в голове комнату на зоны. Мне кажется, всегда так проще работать. Сейчас как раз в этом углу работаю, где зеркало и тумбочка. Там просто пыль обтираю, и какие-то загрязнения точечные на тумбе оттерла. Ну, и отодвигаю, чтобы как следует всю пыль и грязь с пола убрать. На самом деле, робот-пылесос ездит у нас регулярно. Но, конечно, он и под тумбочку не заедет. Да, она полностью стоит на полу. И за зеркало он тоже туда не заезжает. Так же, как и за кресло вот напротив. Поэтому хочется периодически все отодвинуть и помыть руками. И сегодня мне еще нужно будет поменять постельное белье. И я сменю одеяло на более легкое. Жарко стало спать. У нас вот это теплое одеяло. Это одеяло из Икеи. Размер у него 2х2. Оно не дешевое там было. Давненько мы его покупали. Так и называлось. Оно какое-то очень теплое. И оно действительно очень теплое. Мне очень оно нравится. В то же время легкое. Но оно очень объемное. Приятно под ним спать. А летом я достаю. У нас такое совсем тоненькое есть. Но в принципе на летний сезон. Вот как раз для комфортного сна. И прохожусь по матрасу. Пропылесошу его. Не каждый раз при смене белья я это делаю. И давненько вот как раз не делала. Раз уж думаю у меня такая сегодня уборка. То нужно и матрас попылесосить. И на матрасник я в прошлый раз снимала и стирала. Поэтому застилала белье без него. Ну и конечно же здесь он у меня уже постирался. Высох. Лежал, ждал своего часа. Когда я буду опять менять белье. И здесь уже застилаю на матрасник. И буду надевать чистое постельное белье. Этот комплект у меня из любимого Василька. Ткань Перкаль. Это самый первый комплект. Который появился у нас в доме. Из этого магазина. И он мне очень нравится. Ткань Перкаль. По моему мнению на сегодняшний день самая лучшая. По соотношению цены и качества. Здесь Ярик у нас уже пришел из школы. Он тут пойдет футболку переоденет. Что-то там немножко не так у него будет. И Сава мне тоже конечно тут активно помогают. И Ярик пойдет обедать. Сейчас Саву с собой заберет. Так что я смогу продолжить недолго одна. Специально такую штуку, чтобы понять там, как у меня зубы-то стоят. И сделала живой звук. Савушка там смеялся. Но вспомнила. Вот Ярик как раз тут говорит. Рассказывал мне про то, как ходили они к ортодонту. С папой ходили вот в этот день. И спрашивали меня в комментариях, что там у нас с зубами у него. Что решили насчет брекетов, пластинки. Так, пластинку мы точно оставить не будем. Как бы нужно там вырывать зубы. Решили от этого отказаться. И к брекетам готовимся. Нужно много зубов ему было полечить. Вроде небольшие дырки, кариес. Но за раз только по одному зубу делаем. Так что немножечко этот процесс затянулся. Но лечим. И уже сходил он, сделал снимки. Там какие-то, не знаю, разные. Вот в общем, те, которые нужно было. Как раз сам ортодонт и выписал. И сходили вот они в этот день как раз уже с папой на слепок. Сделали вот, исходя из снимков, исходя из его зубов, уже сделали слепок. Это называется диагностика. Диагностика 7 тысяч стоит. А снимки вот эти специальные у нас 1900 вроде бы с него взяли. Так что такие уже затраты потихонечку начинаются. Ну и лечение зубов, конечно, тоже не сильно дешевое мероприятие. Так что все в процессе. И скоро нас пригласили на беседу уже, ну именно взрослых, без ребенка, рассказать, что, как, сколько, как все это будет проходить в конце мая. Так что пойдем, и там уже будет все ясно. А здесь я убираюсь до конца. Тут буквально 10 минут. Взяла опять себе вот этот угол, где комод. И все отодвинула, протерла. И здесь у меня торшер. Кстати, вот смотрю на него и думаю, может быть уже пора от него избавиться. Потому что по прямому назначению не пользуемся. Мы его не включаем. И как-то стоит, знаете, только место занимает. Не знаю. Ну посмотрим. Ладно. И прохожусь еще сюда к двери. Тоже опять протираю плинтуса. И нужно будет оттереть немножко. Там Сава изрисовал на двери и на откосе белым. Но там еще и на обоях обои у меня не оттерлись. И дальше продолжаю уже вечером после ужина. Понимала, что здесь дел у меня немного. Решила не откладывать и быстренько все доделать. Тут муж уехал Макара забирать со школы, с подготовки. И Сава с Яриком там бегали. В общем, была возможность немножко времени уборки еще уделить. Но все доделаю как раз. Потом все придут и уже будем отдыхать. Здесь у меня опять очередной угол. Тут Савушкин уголок, так скажем. Кровать, столик. Ну и на столике стоят тут и парковка, и разные его пособия. В общем, не очень удобно. Я сейчас смотрю, ну и понимаю сама, что не очень удобно. Раньше у меня тумба стояла моя. Конечно, хочется мне уже Саву переселить в другую комнату, в его комнату. И вернуть себе обратно тумбочку прикроватную сюда поставить. Так было удобнее. А то здесь столик на нем и мои какие-то вещи лежат. И Савушкины тоже. Ну, пока вот так. Будем надеяться, что скоро доделаем Ярику ремонт в комнате. Ну, на самом деле, ремонт еще не начался. Там пока все разбираю потихоньку я. Ну, много было от кухни всяких вот этих осталось фасадов, шкафов. Муж кое-что поуносил уже. Ну и из кухонной утвари тоже у меня оставалось. Потому что я раскладывала не все, что вытащила, что-то решила оставить. И, знаете, сейчас, например, некоторое время прошло. И я смотрю, насколько оно мне нужно, если я, например, 3-4 недели этим предметом уже не пользовалась. Вообще, очень хороший, мне кажется, такой метод. Это даже в плане расхламления. Я где-то слышала, можно взять коробку, например, какую-то, сложить туда некоторые предметы, насчет которых вы, например, сомневаетесь. Вроде бы и выкинуть жалко, да, вещи нужные в хозяйстве, но не пользуйтесь регулярно. И убрать, допустим, эту коробку куда-то там на антресоль, если они у вас есть, или в гараж отнести. И желательно еще подписать на этой коробке дату, до которой она там, например, лежит где-то, хранится. И поставить напоминание в телефоне, и уже потом посмотреть. Если в течение этого времени вам что-то понадобится, да, и вы вспомните, что «Ах, точно, у меня же есть эта вещь, она лежит там в коробке, пойду возьму». А если нет, если у вас такой необходимости не возникло, потребностей, то, наверное, можно смело от всех этих вещей избавиться. Конечно, рассуждать, говорить так всегда легко, так же, как и давать советы. Но на самом деле, наверное, действенный этот способ, в принципе, мне кажется, должно быть эффективно очень. Я сейчас потихонечку, каждый день, по чуть-чуть буквально немножко расхламляюсь, разные категории беру. Ну, я вот рассказывала про некоторые в одном из последних своих видео. А здесь на днях разбирала, знаете, такую категорию, до которой у меня руки все никак не доходили. Это всякие швейные приспособления. И, ну, кто знает, я любила шить. И сейчас немножко по-другому опять на это посмотрела. У меня много разных тканей было. Так что я вообще боялась, если честно, за нее браться. Но все-таки перебрала все, пересмотрела. Очень от многого избавилась. Ну, то, что посчитала совсем там непригодное. И для себя понимала, что из этого я точно шить не буду. Ну и вообще, вот мы любим, мне кажется, откладывать все время на потом. Кажется, что жизнь такая длинная, что когда-нибудь мы этим воспользуемся. И это нам когда-то пригодится. Но на самом деле жизни очень быстротечно. И в одном из следующих видео я вам покажу, кстати, что нашла, когда разбирала вот эту категорию. Савелий, а оранжевый трактор где? Где оранжевый трактор? Да, молодец. Так, а желтый кран найдешь? Умничка. Так, Савелий, а где зеленый грузовик? Где зеленый грузовик? Не знаешь? Конечно. Скажи, вот. Вот. Да? Нет, нет, все, зеленый, вот ты нашел, молодец. Так, давай найдем теперь синюю лодку. Где синяя лодка? Молодец, ты все знаешь? Чего такой накурился-то? Так, а где Савелий? Фиолетовый самосвал. Фиолетовый самосвал, подумай. Песочек он переводит. Нет, самосвал. Фиолетовый самосвал. Где? Не знаешь? Подумай. Конечно, конечно. Молодец, Сава. Сава, молодец. Да, скажи да. Так, давай дальше искать. Коричневая тележка. Где коричневая тележка? Спасибо. Ярик у нас там пылесосил? Да. Молодец. Ты же с вами пропылесосил. Все пропылесосил? Да, я хочу с вами позаниматься. Давай. Сава, где коричневая тележка? Мне кажется, ты уж тут все изучил. Давай, показывай. Мы с ним когда-то тоже сидели, он мне все показывал. Где коричневая тележка? Уйди. Не уйди. А почему? Ну, можно мне остаться? Савелий, ты что? Сав, где коричневая тележка? Коричневая тележка. Ну, давай, думай. Нет. Ну, это сложно. Скажи, Ярик, покажи мне коричневую тележку. Вот это коричневая тележка. Да. Так, скажи да. 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 Молодец. Сава, еще одна сложная. Красную повозку. Найдешь? Красную повозку. Нет, это автобус зеленый. Красная повозка. Сдаешься? Да. Молодец, сам нашел. Умница. Я же тебе тогда показывал. Молодец. Сава, ты молодец? Скажи да. Сава, скажи да. Это полицейская. Да. Давай дальше. Да. Да. Вот так занимаемся с Савушкой каждый день. И по нескольку раз приносит он сам мне вот эту книжку. Это издательство Клевер. Ну, для маленького автолюбителя вообще просто находка. Небольшая она. Нам ее отдали. Не было у меня со старшими мальчишками таких. Ну, в принципе, конечно, и любая книга для этого подойдет. Да, мама может спрашивать у ребенка, а где что, а найди то, другое. Ну, это типа Вим Мельбухов. Очень много разных вариантов таких. Ну, вот это мне понравилось. Так как Саве понравилось, он прям несколько раз на дню приходит именно с ней и просит вот так вот поиграть. Там уже написан текст, что нужно искать. Для меня это тоже очень хорошо, потому что, знаете, не надо думать, что спросить ребенка. И даже Ярик, вот, например, Сава к нему тоже частенько ходит. Вот он с легкостью может прочитать, и поэтому такой замечательный диалог у них получается. И сейчас буду готовить ужин. У меня фарш из индейки, и лежали дома макароны, каннеллони, такие трубочки широкенькие, вот на заднем плане сейчас стоят. Вообще они не очень бюджетные, но вот эти вот из Ашана с красной птичкой недорога у них была. Цена вполне доступная. Фарш я положила на сковородку, он немножко обжаривается, а сейчас делаю соус. Делаю на глаз, нужно его немало, чтобы и снизу, сверху все макароны были им закрыты, полностью покрывали. И, ну, в общем, приличный объем. У меня здесь молоко, добавила горчицу, чеснок, посолила и мука рисовая. Все как следует перемешиваю. Фарш у меня немножко обжарился уже, солю. Добавляю любимые специи, у меня это чеснок сушеный. И хотелось мне добавить овощи к фаршу. Этой смесью буду потом фаршировать наши макаронные трубочки. Вообще овощи здесь, наверное, лучше измельчить помельче. Прямо на терке можно потереть на крупной. Или если, например, фарш свежий перемалываете, то прям через мясорубку можно пропустить. Знаете, как кабачок, например, добавляют в котлеты, чтобы они потом были более сочные и мягкие. Но у меня здесь замороженная смесь. И, в принципе, тоже там не очень крупные кусочки. Вполне хорошо все потом было. И вот здесь уже показываю. Начинаю фаршировать сами трубочки. В форму для запекания налила немножко соуса, чтобы снизу он тоже был. И начиняю трубочки. Удобнее делать это вот так вот, поставив их на какое-то блюдце, тарелочку. И прям сверху я вот так пальчиком туда начинку нашу затыкивала, так скажем. Прошу прощения, уж не знаю, как правильнее объяснить. Я думаю, по видео весь процесс понятен. Трубочки укладывать буду в форму. Нужно так их уложить, чтобы они в один слой лежали там. И дальше сверху соусом оставшимся залью. Нужно, чтобы прям вот полностью были покрыты. У меня вот те несколько трубочек, которые по бокам чуть-чуть торчали, они были чуть суховаты. И сверху уже сыр тру. И так в духовку на 180 градусов. Наверное, минут 30 они у меня стояли. Здесь я показываю готовое блюдо. Оно уже не только что из духовки. Я немножко там отвлекалась как раз на уборку предыдущую. Но Ярик сказал, что было очень вкусно. Мне кажется, так для разнообразия подойдет отлично. И фарша я разморозила большой кусочек. И решила приготовить такие типа ленивые пирожки. Недавно увидела такой рецепт. И как раз второй ингредиент, который нужен был, я уже покупала. Буду использовать коржи вафельные. В магните, по-моему, я брала. Моя цена, да, это вроде бы из магнита. Совсем недорогие они. Порядка 60 рублей такая упаковка стоит. Фарш я просто посолила, поперчила. Ничего туда больше не добавляла. И теперь вот этим фаршем намазываю каждый вафельный корж. Очень-очень тонко. Буквально втираю, знаете, вот в эти выемки квадратные. И все, толще не надо. Будет суховато, не очень вкусно. И вот так вот собираю такой вафельный тортик с мясной начинкой, промазывая каждый корж тоненько. Нужно дать потом время ему постоять, чтобы коржи от фарша чуть-чуть как бы намокли, стали более податливыми. Так, я время от времени переворачивала. И буду вот этот получившийся тортик нарезать на кусочки. И дальше уже нужно обжарить каждый кусочек. Можно в произвольной форме, как вам больше нравится, нарезать. Буду обжаривать в яйце. В принципе, все достаточно быстро получается. Ну, конечно, намазывать все-таки немножко времени нужно для этого. Но такие вот типа пирожки. Очень так на закуску, не то что на ужин. Но я просто тут вечером делала. Но для ополнника, для завтрака вполне подойдут. Жарила я с одной стороны, огонь делала побольше. А потом, когда переворачивала, огонь убавляла и под крышкой жарила. Чтобы каждый слой все-таки прожарился. Ну, фарш сырой, хотя и очень тоненько там намазано. Но все-таки нужно, чтобы все как следует прожарилось. И мое видео на этом подходит к концу. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в новых видео. Всем до встречи и пока-пока!